Система шатунов FSA Comet самовыжимная. То есть вот сюда вставляется самый огромный вот такой вот шестигранник и крутится направо, на откручивание. И он сам себя выжимает. Но с левой стороны у нас в шатуне стоит вот такая вот гайка непонятная. То есть у нас левый шатун как бы несъемный, хотя он на самом деле съемный. И просто вот эту штуку можно открутить, используя вот эти пазы, вставить туда и точно так же выжать. Потому что размер резьбы, сейчас я покажу. Размер резьбы здесь очень нестандартный. Видите, какой огромный. И ни один съемник сюда не встает, он просто в два раза меньше обычный съемник под шатуны. То есть нужно либо съемник какой-то специальный, либо вот ту штучку выкручивать самовыжимную и вставлять с этой стороны. В принципе нам левый шатун не нужно снимать. Теперь уже, да, мы его просто сейчас обратно префиксируем и снимем, разберем систему со стороны звезды. Итак, FSA Comet. Вот так вот выглядит шатун. Вот это вот самовыжимная гайка. То есть если ее крутить в одну сторону, то она прижимает шатун, в другую сторону она самовыжимает шатун. И вот за эти вот дырочки ее можно выкручивать. Звезда Ниспадайка у FSA называется Мега Туз. То есть Мега Зуб. У всех других она называется Нервуайт. Ниспадающая Звезда. Значит крепится эта звезда вот за такую вот фиговину. Видите, вот здесь вот четыре зубчика. То есть ее надо снимать специальным ключом, у которого шлицы торчат наружу. Ну и соответственно это можно просто все отверткой сбить аккуратно вбок. И все, не заморачиваться. Стоит проставочная шайба. Хотя на самом деле вот здесь вместо вот этой проставочной шайбы должно быть как вот с той стороны с левой. Такое вот колечко волнистое. Оно как бы отжимает шатун и прижимает пыльник. Вот этот вот пыльник. И сейчас мы будем вот эту кареточку смотреть. Кареточка Мега Экза. Вот модель написана. BB7100. Какой сюда нам нужен ключ? Потому что я так чувствую, что ключей у нас нету. И нигде в городе мы их не найдем. Сегодня у нас очень грязный велосипед. Итак, вот это колечко, оно вообще практически никак не держало. Здесь сколько? 4-5 витков резьбы. Снял я его вот таким вот специальным универсальным съемочком. Но потом подумал, что любой в принципе инструмент для колец, для стопорных тоже подойдет. То есть можно там какой-нибудь иголочкой поддеть. Вот это колечко открутить. И дальше вот этот съемник вынимается. Вот он. И соответственно его можно от колечка вкрутить с левой стороны. То есть они как бы сделали с одной стороны просто винт под шестигранник. А с другой стороны вот такой вот съемник. Но это я все буду мыть. Потому что видите, насколько тут все-все-все. Это грязненько у нас. Надо обслужить хотя бы чуть-чуть. Так, ну в общем подошел сюда обычный шимановский съемник под HelloTech 2. Вот такие ключики мы делаем из нержавеечки, если кому интересно. Так что все вообще без проблем разберется. Так что каретка Mega Exo модель BB7100 откручивается обычным ключом под HelloTech. Не знаю, что там в Mega Exo такого крутого. Но здесь обычное отверстие 24 миллиметра. Соответственно подшипник там наверное 25 миллиметровый. Такие вот огромные щели, зазоры под пыльниками, куда грязь летит. С правой стороны у нас чашка каретки как обычно защищена шатунами, звездой. И она у нас даже крутится. Ну похрустывает, но крутится. С левой стороны там вообще все плохо. У меня силы пальцев как бы не хватает, чтобы провернуть. Неудивительно, что там что-то трещит и хрустит у владельца. А что я сейчас буду делать? Я сейчас ему напишу. То есть мы либо меняем каретку на там Шумана или на Китай, на любой. То есть нам без разницы Mega Exo, не Mega Exo. Сюда любая встанет в принципе каретка. Либо разбираем, моем, чистим, смазываем. Будет хрустеть, не будет хрустеть, вопрос другой. Каретка внутри чистенько, в идеальном состоянии. Края даже какой-то смазочкой. Или что-то фиксатор какой-то были смазаны. Так, с резьбой все хорошо. Значит, конструкция каретки. Это у нас горшочек ИА-ИА из Винни-Пуха, где там у него все входит и выходит. Шумана немножко по-другому это сделала. Здесь она вот таким вот образом. Не знаю, насколько это герметично. Чашки я не вижу, что были подписаны. А, нет, вот подписаны. Правая и силы затяжки. Откручивается обычным ключом. Вот, маркировка каретки. И вот, это у нас тип резьбы. Соответственно, сюда зайдет обычная каретка Шумановская. Не знаю, что здесь у нас от Мега Экза. Чем она отличается от обычной. Кроме того, что вот здесь у нас стоит одна проставочная шайбочка. Ширину стакана сейчас я померяю. Может быть, здесь у нас какой-то свой стандарт. Не 73, не 68. А что-то свое. Такой у нас немножко грязненький велосипедик. Вот работаем, соответственно, в таких условиях. И берем денежку за то, что мы все это чистим, моем. И очень нам это нравится. Не знаю, что другие мастерские не любят. Мне очень нравится, когда велосипеды грязные. Можно взять денежек побольше за свою честную работу. Так, одной рукой мне тут как-то не очень удобно штанген. Сейчас я померяю и покажу размер. Так, ширина стакана стандартной 73 миллиметра. У Шимана, как вы видите, чашки, наверное, даже чуть потолще. А проставки чуть потоньше, чем у Мега Экза. То есть я не знаю, что здесь крутого в этой каретке. Если здесь даже чашка, видите, у Шимана на миллиметр, наверное, она шире. Может быть, здесь подшипники круче, а у Шимана совсем ни о чем. Вот, короче, интересно, что там внутри. И можно ли это поменять на китайские прома. Маркировка вот такая вот. Пыльник по 24 миллиметра. И Мега Экза. Вот вся маркировка. Пыльничек у ФСА вот такой вот, очень тоненький бортик. Очень тоненький бортик. Такой здоровый пыльничек. Но, как вы видите, он грязь пропускает. Сейчас я все это протер. Значит, что мы имеем здесь? Диаметр трубки у нас примерно 25,5 миллиметров. Диаметр отверстия здесь 24. То есть это не стандарт. У Шимана, у Китая, у всех идет здесь 25 миллиметров. И толщина, соответственно, вот этой вот части, вот этой вот части, она больше намного. У ФСА она очень тоненькая. И внутренний бортик, видите, он толстый такой. Сюда это отверстие 24 миллиметра. Сюда теоретически какие-то штуны сядут даже без пыльника очень плотно. Теоретически я могу выбить, здесь просто резинка стоит по кругу, я могу выбить этот подшипник через какую-то тоненькую очень трубочку, которая будет диаметром примерно больше 24, но меньше 25,5. Я сюда ее засуну и выбью этот подшипник. Либо я куплю какой-нибудь экстрактор подшипников, его выпрессую. Но подшипник мне такой не купить, потому что, сами понимаете, на 24 миллиметра с внутренним отверстием, вот он называется вот так вот, 24, 37,75. То есть подшипник 37,75, но с внутренним диаметром 24. И 2 РС, то есть у него два пыльника должно быть. То есть он типа более-менее, кстати, видно грязь, да, сколько здесь грязьки. Что я могу еще сделать? Я могу сейчас снять вот эту резинку, повредив ее, да, с одной стороны, подцепив иголочкой или чем-то плоским, острым, и промыть все это в растворителе, в ВД-шке несколько раз, вымыть оттуда всю грязь, всю смазку, забахать туда новые смазки, но у нас подшипник хрустит. То есть, скорее всего, проще поменять его на просто шамановские стандарты все, или на китайский пром. Ну, вообще, я имею в виду всю каретку целиком. Вот такой вот вывод. Отмыт кареточный стакан, внутри, снаружи, все теперь полностью чистенькое. Отмыто, насколько это возможно, посадочное место на штунах. Зубчики, как вы видите, у нас тут уже за годик вот так вот подубивались. Чтобы открутить вот это кольцо, нужен специальный съемник, но можно, в принципе, отверточкой постучать. Значит, вал. Вал у нас ровно 24,1, а все отверстия в каретках, вот, кстати, тут можно посмотреть маркировку, этого вала Q-Factor 174 миллиметра. Вал 24,1, посадочное место в каретках во всех 24. Садится он очень туго в натяжку. Сейчас попробую смазать, все-таки запрессовать. На смазочку все хорошо запрессовалось. Вот такая вот каретка Kiongly, это крупное китайское предприятие, такая модель по 24 миллиметра ось. Все зашло, крутится вообще легко, без какого-либо усилия, вообще идеальненько. Вот. Ничего не закусывает. Ну, конечно, срок службы такой каретки наверняка меньше, чем в оригинальной Mega Exo. В Mega Exo, я так понимаю, что будет стоить тысячи на три, наверное, дороже, а то и еще больше, чем вот эта китайская каретка. Как бы с учетом того, что, видите, у вас спят грязный, все сыпется, вот я все отмыл, а сверху все равно все сыпется. Я думаю, что на сезон каждый год менять либо прома внутри вот этой каретки, либо, ну здесь я прома обычный, либо менять уже каретку целиком. Это, по крайней мере, будет выгоднее. Ну, все, в принципе, работа с Mega Exo FSA Comet закончена. Все я рассказал, все я показал, как откручивается, как снимается, как перебирается. Кость, соответственно, у нас вся смазана смазочкой, чтобы она легко зашла. Посадочные места, вот здесь мы силиконкой смазываем обычно и под сам шатун силиконкой, она высыхает, остается такая микропленочка. И резьбу не разъедает, и силикон такой самый безвредный, а пленочка между резьбой и рамой остается, потом легче открутить, еще не закисает.